добрый день дорогие друзья два часа в москве в лондоне 11 утра чикаго 5 в нью-йорке 6 итак я приветствую всех вас и мы сегодня посмотрим на последние события и обсудим вот основные темы дня какие сегодня основные темы дня ну первое наиболее высокая популярности тема это высокая волатильность на рынках как работать в такой период и куда бегут инвесторы поговорим о волатильности куда бегут инвесторы и что как лучше инвестировать в такой период вторая тема дня это встреча опек как раз вот сейчас новости сейчас разберемся что приняли решение опек какая реакция россии и поддержала ли россия снижение на полтора миллиона баррелей это буквально через пару минут и последняя тема этого заявила необходимость неспособности многих стран остановить вирус и мы поговорим как развивается вирус и как развивается пандемия итак первое что наиболее интересно сейчас это конечно опек мы видим реакцию по бренду посмотрите минус 4 4 процента wta американская нефть торгуется в 4 20 и бензин минус 6 процентов в чем суть что решила опек и какая реакция соответственно идет сейчас на информационных лентах давайте посмотрим значит решение опек тут вот сейчас идет в прямом эфире много новостей достаточно мы сейчас выберем видите уровень нефть упала сейчас прямо вот в на самый низкий уровень с июля 2017 года после решения опек в чем же суть мы видим что российская федерация не согласна с дополнительным согращением добычи опек то есть о чем говорили вчера в принципе произошло полтора миллиарда хотели согласовать но не согласовали россия высказалась против и россия видите готова пойти лишь на продлении уже существующей сделки с опек и ненамеренно соглашаться наполнительно сокращение нефтедобычи вот так передала рейтер ну а мы смотрим на терминале блумберг что мы видим что в общем то россия хотела просто продлить но опек конечно хочет чтобы это не было просто продлением а это было именно серьезным таким соглашением по нефти давайте вспомним сразу про нефти если уже так пошло то есть да напоминаю россия не согласна с решением или предложением точнее пик плюс по сокращению полтора миллиарда полтора миллиона баррелей в день давайте вспомним в чем там суть и почему что так происходит смотрите опек плюс это достаточно много стран россия саудовской аравии ирак алджир там аман и другие россия выполнял на 78 процентов по некоторым данным саудовской аравии на сто восемьдесят четыре то есть россия и до этого препятствовала чтобы снижать добычу и что произошло сейчас мы видим россия добывала больше всех и саудовской аравии и другие стран опек плюс вот это правый такой да сектор правый а левый это точнее левый сектор это страны опек видите опек а правы это не опек страны соответственно по объему мы видим что россия наиболее сильно добывающая страна до 10 миллионов и 389 тысяч по последним данным но садовской аравии меньше и вот было такое снижение миллион 682 и опек предложила еще больше снизить еще на полтора миллиона но мы видим реакция россии было против вот давайте еще посмотрим кое-что сейчас вот вы видите ленту новостей да и мы видим что опек плюс сегодня собрались само утра и фьючерсы уже немножко нервные были да вот это такое здание организации опек и сегодня приехал новок до соответственно ждали новака мы видим вот волатильность вот приехал тут мы видим все ждали и новака и наследный принц саудовской аравии вот это наследный принц саудовской аравии потом приехал новак и после этого когда но вот уже начал высказываться мы услышали что вот россия не согласна и предлагает просто сохранить то что сейчас есть вообще если мы посмотрим по нефти то мы видим на самом деле только два года было с 85 года точнее 3 даже три года когда нефть имел отрицательный баланс то есть спрос на нефть обычно последнее время рос около 1 миллиона баррелей и вот только было два раза когда нефть падла сейчас в среднем ожидается где-то возможно полтора миллиона баррелей уйдет с рынка из-за вот такой экстренной ситуации по коронавирусу поэтому и опек плюс предлагала такое сокращение ну мы видим тут разные реакции вот видите кстати около здания опек вот электромобили до заряжаются вот такая вот так выглядит стол где обсуждался опек плюс да то есть там много стран как мы видели но россия является ну ведет свою главенствующую роль хорошо я думаю вы поняли немножко давайте мы сразу посмотрим на цены что там изменилось значит первое что мы видим да вот уже со вчерашнего когда новых покинул заседание это еще было 4 марта потом мы видим падение продолжение вчерашний день и вот сегодняшний в общем падение составила камера немножко мешает минус 10 процентов да вот мы видим такую реакцию быструю на то что россия не согласилась идет небольшое восстановление конечно там еще будет некоторое обсуждение но в общем то понятно что в общем то в общем то уже как бы реакции минус 10 процентов есть мы пробили посмотрите если вот короткая перспектива мы возьмем уровень 48 по бренду до это уровень который держался некоторое время и поэтому на коротке уже все пробито если мы посмотрим на среднесрочном графике то мы видим что тоже мы выходим за диапазон 50 и уже 48 ниже да поэтому нам придется смотреть более длинный долгосрочный график и посмотреть какие же цели у нас стоят ну как я вам и раньше говорил что в общем то а я понял стоп вы не видите тут немножко да сейчас все увидите значит вот долгосрочный график и мы видим что сейчас цель около 40 одного стоит да если же ситуация коронавирусом будет развиваться и дальше то мы ставим цель вот именно где-то еще пойти ну видите 30 процентов от текущей цены это долгосрочное если сценарий будет развитие коронавируса будут останавливаться в европе в америке именно производственные логистические цепочки будут нарушены поэтому вот такая цель в общем то ничего там такого экстраординар не случилось россия не поддержала принципе это было немного ожидаемо что россия вот отклонировала и вот смотрите последние новости что отклонила предложение опек переговоры продолжаются то есть еще как бы есть небольшой шанс что что-то будут какое-то еще промежуточное решение будет сделано но давайте посмотрим на другие пока новости подождем может быть в прямом эфире еще мы что-то увидим то есть первое что это россия отвергла полтора миллиона баррелей и поэтому рынок сейчас проседает но переговоры продолжаются россия наверно будет предлагать какие-то более гладкие решения но посмотрим а мы давайте вот по нефти мы посмотрели ситуацию в общем то сейчас подождем решение дальше то есть я вижу тут подключилась еще к нам скажу вот только что буквально 10 минут назад российская федерация хочет подождать решение по добыче до июня и мы видим что россия за сохранение опек плюс в текущем объеме да то есть не не увеличивать поэтому сейчас переговоры продолжаются россия отвергла полтора миллиона баррелей вот такая ситуация переходим на то есть по опек плюс немножко понятно мы еще можем вернуться в конце дня посмотрим может какие-то новости еще вот они прямо видите появляется дискуссия опек с россией продвигается довольно трудно да ну о чем мы говорили не идет почему не идет на сделку все очень просто у россии есть бюджет так есть очень твердое намерение роснефти лукойл и других компаний добывать как можно ну стабильнее до чтобы уровень добычи был как можно стабильнее то есть не уменьшать добычу и россия поэтому продавливают вот такое решение чтобы не уменьшать почему потому что американцы эту нефть они которые ходят с опек плюс американцы ее на азиатский рынок поставляют и вот она не хочет россия уходить поэтому ну если бы россия согласилась конечно было это поддержало цены на нефть на текущем уровне я думаю мы увидели рост не не падение ну так кратко а если сказать то есть россия хочет чтобы не меньше добывать почему потому что это логистические цепочки и так далее так далее вот перейдем на дальнейшие темы дня и потом еще коснемся задавайте вопросы да всем доброго дня всем привет еще раз я виктор встречения вы на канале high system программа сегодняшнего дня назовем ее инвестиции и факты да то есть мы будем говорить об инвестициях и о фактах только факты никакой этой желтухи все только на фактах основывается и давайте перейдем к некоторым фактам которые я подготовил ну попек плюс вы я думаю поняли если хотите еще можете задавать вопросы то есть вот этот наш шарик такой потом он обновится я думаю в понедельник или дальше мы посмотрим к другим темам давайте посмотрим на тему главную которая в общем-то бород будоражит все рынки сейчас это конечно не опек опек только это последствия лишь больше всех интересует тема именно коронавируса да мы видим вот было до запомните вот это это факт да то есть это не какие-то там предположения вот это факты то что сейчас буду говорить вам смотрите смертность какая смертность от коронавируса до ковид 19 более такое официальное название по данным всемирной организации и также центров которые смотрят инфекции и официальные мы видим что сейчас признана ожидалось что будет один процент то есть 100 заболели человек один умер сейчас подтверждается что из 100 заболевших ну давайте может даже лучше 1000 так более будет понятно из 1000 заболевших ковид 1934 сейчас умер поэтому мир и боится конечно есть более серьезное заболевание эбола когда из 1000 заболевших 500 умирают вот другие сарс это как бы подраздно такое тоже коронавирусная инфекция 9 и 6 до смертность но грипп простой сезон говорят что коронавирус это почти тоже самый грипп не верьте коронавирус и грипп нельзя сравнивать сезонный грипп приводит к видите одной десятой случаев смерти то есть если заболела тысяч человек никто не умрет если заболеть 10 тысяч человек умрет только один человек при коронавирусе при заболевших 10 тысяч человек умирают соответственно 340 что мы сейчас и посмотрим на данных которые вот сейчас обновили смотрите по последним данным так я надеюсь вы видите все по последним данным мы видим что в китае уже немножко ситуацию улучшается да немножко вот видите загибается это количество случаев в южной корее продолжается рост до 6000 в италии уже 3800 в иране 3500 германии германии не было посмотрите 500 франция 423 и поэтому видите уже общее количество случаев при приходит 100000 и вот о чем я говорил смотрите 100000 заболела 3400 умерла вот соответственно можете посчитать если болезнь будет распространяться каковы уровень смертности то есть погибает каждые 30 из заболевших вот если у вас там в офисе допустим 100 человек сидит то если 100 заболеет 3 могут умереть что мы видим вся европа уже покрыта до осталось только тут вот маленькое пятнышко такой пару стран которых наверное еще просто нету тестов вот действительно проблема с тестами сейчас в америками америка глобальная страна которая лидирует в здравоохранении я напомню что них три четыре триллиона долларов на только бюджет здравоохранения 11 смертей и 126 случаев не хватает тестирующих реагентов около 1 миллиона они подготовили и вот нехватка поэтому я думаю что проблема то даже не в количестве случаев а просто что не диагностируется в россии 4 подтверждено мы видим в украине 1 в беларуси 6 и смотрите в италия франция закрашиваются и смерти уже даже в британии есть в иране все намного хуже это япония сейчас прекратила сообщение с южной кореи давите две страны и у них начинается по поводу этому конфликт я понял сделал закон что кто въезжает южной корее должны попадать карантин и не могут вообще ну находиться на территории японии просто так вот поэтому вот такая серьезная ситуация мы видим что и в африке распространяется уже в алжире 17 случаев и кто-то говорит что вот сезонная погода потеплеет все пропадет не пропадает коронавирус не пропадает и вот теперь такая вот у нас табличка есть количество смертей видите во многих странах количество смертей не только в китае как мы видим лидирует италия ирана вот саудовская южная корея который мы говорили но и других странах тоже я думаю что россии тоже мы услышим скорости о каких-то смертях может быть на следующей неделе поэтому берегите себя и будьте осторожны перейдем к нашим активом перейдем к нашим активом и посмотрим что в такой ситуации делать почему рынки вот будоражит почему рынки растут мы видим вот именно из-за распространения коронавирусной инфекции рынок просто в таком страхе сейчас стал и акции будражится и вот мы видим что наш любимый актив до на текущий момент это золото продолжает вот такую просто ошеломляющий рост до в такой траектории к 1700 вы помните эту цель которую и оставил еще несколько дней назад когда мы находились вот внизу сейчас мы другой график возьмем более короткосрочная стратегия то есть вот у нас было чтобы дойти до уровня 1700 1700 мы сейчас уже в 15 долларов от этого и когда некоторые говорили вот что падает золото почему так а почему вот идет я говорю что это первая реакция потом будет выкупать и мы видим последние пять дней будет идет агрессивная покупка она и будет продолжаться если ситуация вот будет по такому сценарию мы предполагаем что сценарий будет такой именно вот я предлагал вам купить ниже 1600 и сейчас это уже на 70 долларов выше в процентах соответственно 7 процентов если вы используете плечи вы могли бы хорошо проинвестировать золото а чё тут думать это просто хотят выжить америка в с рынка ну американцев не выжимут это про нефть не выжимут россияне почему потому что нету мощностей чтобы сильно увеличивать но и снижать они не хотят россия ну хорошо мы вернемся в конце спасибо за вопросы задавайте мы будем все в процессе или сразу отвечать или потом если уже другого просто в конце и так едем дальше потому что ну мы на опять плюс вот экстренно тут остановились перейдем к акциям стратегия а да давайте посмотрим еще на наш индекс настроения значит по нефти индекс настроения значит что мы видим снижение резко баллов почему потому что много причин вот видите нет причин не верить приверженности рф сделки опек было такое но вот сейчас россия отвергла потому что поэтому вот политика опек она уходит видите из 6 баллов до 3 то есть вот это ожидание что не будет как мы предполагали соглашение она так и происходит коронавирус смотрите уже 170 137 случаев две смерти в мадриде то есть уже и в испании это все уменьшает спрос на нефть вот поэтому пока такая ситуация по золоту похожие сообщения тут сейчас все коронавирус и конечно вот глобальный рост уменьшается и переходим на акции до видите резкое снижение баллов оптимизма ну он же в пессимизме с минусом красное почему потому что глобальная экономика замедляется и вот сейчас давайте посмотрим почему нужно пока придерживаться продажи акций мы видим вот настроение в азии азия первая страна азия первый регион где вот все это началось поэтому мы сейчас видим что ожидание роста в азии резко снижается из-за коронавируса мы видим и южная корея и япония и китай сейчас нарушается целостность авиасообщение между ними соответственно бизнес не может развиваться все компании предлагают людям работать из дома где есть вот эпицентры кризиса я думаю в москве тоже такое скоро будет что мы видим из-за вируса падает резко что падает экспорт из китая соответственно товары из китания раз не идут логистические цепочки нарушаются и от этого падает мировая глобальная экономика но хуже всех запомните страдает именно авиакомпании посмотрите вот я такой подготовил тут график взял с блумберга сто триднадцать миллиардов потери сейчас уже авиаотрасли да это аэрофлот но все другие множество компаний ближний восток и наименьше пострадал пока азия более всего то есть вот этот регион наиболее пострадавший поэтому падают в основном акции сейчас банковского сектора потому что снижает ставки и будет так падать банки с банками сейчас очень осторожно и несмотря что на события с тиньковым это самое главное падение тиньков банк падает не из-за того что там с главным акционером сейчас проблемы с законами сша суды а именно из вот такого глобального тренда и еще более сильнее падает это конечно это самый лидер падения это круизные лайнеры да вот поэтому карнивал который мы говорили что нужно шортить посмотрите за последнее время вот с начала года упал на 50 процентов 50 процентов это намного больше чем рынок вот перейдем к акциям так значит переходим к акциям и смотрим что тут ситуация за последний день что изменилось вот где тут была трансляция я говорил что будет продолжение пессимизма давайте посмотрим видите минус четыре процента надо в джонсе это очень много и спина такую же величину падает и это все из-за коронавируса из-за логистических цепочек о которых я сейчас с вами говорил лидеры падения именно это сектора авиапромышленность и банковская сфера другие ну я думаю в понедельник мы постараемся в час можете сразу себе пометить в час мы чуть-чуть сдвинем трансляцию попробуем сделать час если получится тогда более подробно расскажу напомните вопросах о более детализированно по секторам посмотрите значит что происходит цель какая цель достигнуть уровня 28 числа то есть 8 процентов падать есть куда поэтому в общем то с акциями цель долгосрочная остается скорректироваться первый уровень вот сюда да то есть это еще где-то падать нам посмотрим сколько тут ну принципе немного 4 процента пару дней если паника но помните мы говорили о чем что как вести себя когда вот такой волатильный рынок что делать давайте вот сейчас откроем такой что делать когда вот волатильный рынок значит старайтесь если вы хотите купить да то покупайте компании которые сейчас имеют более интересные такие тенденции это или золотые компании поле золото или поле металл я сейчас еще вам покажу значит вот тот же возьмем тиньков да давайте тиньков инвестиции мы там тоже помогаем им немножко делаем некоторые инвестиции и если вот возьмем все идеи тут есть пару идей вот смотрите high system актив последней надежды мы его третьего числа опубликовали видите текущая доходность то есть смотрите третьего числа мы рекомендовали на тиньков инвестиции покупать полиметал сейчас текущая доходность 9 уже 9 процентов выросли да но тут чтобы посмотрели что мы не просто там разговариваем мы серьезно относимся к инвестициям профессионально вот тут описано почему вы можете почитать найти эту идею и вторая идея high system тоже это 21 числа тоже текущая доходность 6 5 это полис 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 до компания добывающая золото тоже вот можете посмотреть также можете это смотреть на инвест идеях если смотря где вы имеете доступ но на тинькове мы можете вот свободно это посмотреть если более детально то на инвестиции их можете подписаться да если какие-то вопросы вы можете задавать более детализировано смотрите и золото до подкупать то есть лучше подкупать вот такие акции которые сейчас наиболее интересны если вы хотите продавать то вот тут спрашивают аэрофлот можно шортить можно на отскок на скоках шортите аэрофлот тоже можно когда начинается оптимизм можете шортить но вы должны понимать суть почему акция растет или падает да поэтому вам рекомендую смотреть вот наш бизнес оптимизм да то есть растет или падает если баллы резко начали расти вверх да то лучше конечно тогда подождать ничего не шортить а лучше подкупать вот интересная компания в видео вы видите там много у нас интересных идей и джиллит это биотехнологии и регенерон и тесла даже можно покупать на падениях то есть вот такие серьезные акции вы можете посмотреть наше видео предыдущие и там увидеть много интересных идей подкупать на падениях это если вы долгосрочно если вы не хотите в ближайшее время там вот переживать эту турбулентность тогда лучше входить такие спокойные активы как золото облигации так далее чем мы тоже говорим но давайте вернемся к нашим еще слайдом я пару слайдов еще подготовил для вас то есть вы поняли да какие отрасли то что с перемещением все плохо сейчас все что с добычей золота с фармацевтикой биотехнологии с nvidia люди смотрят в игры играют это net easy gp com ну множество компаний сейчас мы просто если эфир так растянем очень долго нам уже я смотрю по времени надо закругляться и так транспортный индекс по сравнению с доу джонс видите падает на графике видите то есть все что касается с транспортом сейчас плохо транспортные логистические вещи падают индекс волатильности вырос это говорит о чем о том что все только начинается проблемы не заканчиваются поэтому будьте осторожны и будьте внимательны что это еще не конец смотрите банки о чем я говорил это плохой сейчас сектор банки упали в медвежий рынок это мы смотрим почему потому что снижается процентная ставка чистая маржа снижается банки не в фаворе сейчас утилитис вот это второе еще сектор который можно вкладывать в воду волатильность это коммунальные услуги это и df французские хорошие сейчас они отказались от программы замены а этих атомных станций стабильность достаточно плюс это лидер по возобновляемый технолог возобновляемых источниках то есть они платят большой дивиденд то есть больше даже чем high yield и сейчас можно вот по некоторым акциям заработать поэтому также еще сми групп я говорил да почему потому что видите резко вышла объем сейчас падает все люди продают фьючерсы покупают поэтому объем бирже биржевых сделок возрастает вот вот такие идеи кратко вот смотрите их если что-то надо тинькофф ну коснемся позже давайте так значит мы должны дальше идти посмотрите на валюты а идея о том что доллар сейчас слаб идет из-за чего из-за того что америка не может крупнейшая страна в мире по здравоохранению три с половиной триллиона долларов вот мы подготовили еще одну идею и здравоохранение пока мы не ее не публикуем для розничных клиентов только для состоятельных вот мы говорили о том что америка не может справиться поэтому доллар продается несмотря даже на доходности которые растут по точнее падают доходности растут облигации доллар вышел из нашего коридора да мы видим по евро и сейчас вполне вероятно что мы пойдем ну дальше можем в чем там суть давайте посмотрим по акциям мы видим что экономика европы не так плохо себя ведет на объем вот последний январьские заказов конечно это еще до коронавируса но он вырос ожидали 1 и 3 вырос на 5 и 5 поэтому вот мы пока в длинную позицию вошли по евро краткосрочно смотрим потому что cb смотрит какие стимулирующие меры а а внимание внимание вот обратите внимание что что фрс фрс должна понизить процентную ставку видите вчера заявление такое было на 50 базисных пунктов еще дополнительно и это все уменьшает шансы на рост доллара а на укрепление евро вот такая политика пока мы остаемся вверх давайте посмотрим сейчас на рубль на рубль рубль это такой актив стрёмно конечно но что сделаешь на все надо смотреть продолжается падение рубля укрепление доллара давайте посмотрим краткосрочную тенденцию цель 2 вот верхний коридор мы сейчас близко уже подошли если вы помните 3 марта получилось так что вот как раз мы трансляцию вели и вот тут тут вот и сейчас я вам выделю так получилось это конечно не специально но бывают такие моменты так где мы что мы тут найдем так 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 ну ладно как он каким-нибудь красненьким так что-то не выделилось ну ладно не буду тут мучиться но вот отсюда то есть вот тут мы были как раз я говорю покупайте доллар это один шанс если вот там редактор видео смогут то пускай вот сюда добавят как раз вот тот пункт видео когда мы говорили покупать доллары когда вот укреплялся рубль вот тут было эфир наш и смотрите с того момента на 4 процента вырос уже доллар поэтому вот вот это как реальная польза от просмотра вот профессионального обзора вот простой реальной жизни то есть четыре процента вы можете просто были купить доллары в обменнике или так далее но если у вас состоятельные вы человек и можете были перейти российские активы в доллары вот вот это такой ну там все просто порублю сейчас нефть падает я говорил на вчерашнем видео как бы идея достаточно про даем рубль потому что падает нефть и все не классно в россии сейчас будет из-за нефти по ставкам по ставкам смотрите я очень сильный сторонник покупки именно государственных бандов не хайилды да почему потому что сейчас я вам покажу почему не хайилды то есть это для инвесторов сейчас хайилд это опасно так это опасно почему потому что смотрите сейчас компании некоторые будут банкротиться у них будет кэшевые разрывы и поэтому не инвестиционные уровни бандов это очень опасно и вот мы видим что сейчас cds и резко возросли европейские да на 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 самый высокий уровень шестнадцатого года до такой резкий видите скачок такой шоковый да поэтому возможно распродажи сейчас фонды будет скидывать облигации и это будет не очень хорошо новостной фон конечно негативно сейчас по бандам да идет новости о снижении процентной ставки в сша все больше и больше идут мы видим что вот гудлах о чем я говорил вчера заявил что скорее всего снова снизит базовую ставку на 50 базовых пунктов это пол процента чтобы защитить экономику сша последствия эпидемии коронавируса прогнозирует инвест-менеджер джеффри гудлах да вот на следующем заседании это достаточно авторитетный и ставка фрс может быть снижена до нуля и вот это все дает возможность на быть очень на чеку среднесрочная стратегия уже вышла даже за рамки нашего прогноза то есть это уже такой идет панический страх да там уже нету дна так сказать все идет достаточно очень печально поэтому и акции будут продаваться дальше и вкладываться к стартам облигации пока до нуля мы не дойдем а до нуля нам еще идти немножко есть что вот такая политика то есть вкладывайте в хайлд и ну хайлд и если так неправильное слово но в уровень инвестиционный то есть не надо покупать сейчас вот если примеру и теф возьмем мы видите как и теф на высокодоходные облигации видите как он начинает дергаться до падать это только начало вспомните слова но последний актив который мы рекомендовали покупать когда вот такая очень напряженная ситуация в мире это конечно bitcoin да я попрошу тоже вставить вот сюда если есть редакторы там видео про что мы рекомендуем на еще о это было в январе месяце мы bitcoin рекомендовали покупать и вот сейчас эта стратегия также оправдывается на кредкосрочном периоде мы видим рост ну и на долгосрочном тоже вполне мы можем дальше пойти но это а это такая антикварная до инвестиция ну будьте готовы что не все будет так хорошо и не относитесь бетону как к такому все надо ну 35 процентов от актив это можно ну что вот такой у нас обзор сегодня если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал будем стараться вот поддерживать прямой эфир каждый день если будет по возможности получаться ну а мы давайте вернемся к что там у нас в опек происходит и посмотрим какие там новости значит что мы видим дискуссия продвигается довольно трудно это мы уже видели министры саудовской арабии рф проводят двустороннюю встречу то есть сейчас идет еще продолжение дискуссии но я думаю что реально там ничего от этого не выйдет политика россия на достаточно такая твердая и маловероятно что что-то изменится поэтому в общем-то я думаю что нефть имеет печальные перспективы ближайшее время вот такой у нас обзор сегодня получился 35 минут практически их ложились вопросы теперь давайте кратко посмотрим вопросы задавайте их есть еще некоторое время я уделю вам ответим так про сделку опек мы уже ответили про американцев тоже аэрофлот можно ли шортить но я объяснял что да кстати мы чуть-чуть проехали российский рынок давайте вернемся посмотрим что там творится на российском рынке какая реакция вот на опек смотрите о чем я вам говорил вы видели да еще раз покажу у нас есть две идеи на тинькове который вот мы последнее время акцентирую внимание хайсистем поле золото 6 5 доходность до сейчас и поле металл вот две идеи которые вот мы видим вот хайсистем это наш бренд такой для розницы текущая доходность 9 и 13 эти уже в прямом эфире так сказать она и выросла и и смотрите какие акции сейчас плюсуют внимание обратите на сегодняшнем рынке полис и поле металл то есть вот это практическое реальное ну вы можете кого угодно слушать красивые слова но понимаете есть факты и инвестиции вот этот канал про факты и про инвестиции без всякой желтухи вот реально инвест идеи которые ну подтверждены фактами они рано или поздно начинают работать вот арафлот и новотек кстати ссылочка на обзор новотека мы предлагали его по моему в пятницу шортить да у нас вот ненавна джилет и новотек если мы говорили что рынок газа плохой и смотрите кто сейчас падает сегодня за один день если вы шортили бы после нашего обзора минус 7 процентов за один день но и аэрофлот аэрофлот это каждый день мы говорим одно и то же продавайте такие бумаги и будете иметь вот счастье что по картинке давайте как раз обновим вот цель нашего канала мы должны дойти до сюда и остановиться вот такая цель в общем-то остается мы более пессимистично были некоторые говорили что все хорошо все супер да вот думали что отскок такой будет но как вы помните что мы говорили что до нужно достигнуть не за канала и потом уже остановиться вот сейчас такая цель то есть еще мы где-то должны от текущего уровня упасть на полтора процента где-то вот дайте ну посмотрим еще только день начался конечно развороты и волатильность может быть это нормально для такого рынка поэтому если вы хотите за шортить аэрофлот конечно немножко уже ну стремно варта да если хотите шортить то нужно подождать пока он хоть чуть-чуть вырастет да потому что посмотрите но если мы его возьмем график то тут просто свеча вниз ну и как бы зачем вам рисковать и шортить когда чуть-чуть отскок или хотя бы за стой был когда общий рынок индекс общего рынка мороз когда тиньков покупать можно будет что касается тинькова у тинькова проблемы именно у волоса владельца но он не является управляющим да поэтому тиньков банк сейчас как бы как идея она интересная да это самый быстрорастущий банк и мы тоже следим за этим но сейчас все банки падают и поднижение процентной ставки поэтому пока лучше не покупать тиньков и другие банки так а тут уже как бы у сбера не других бирж только российские сбер торгуется ну посмотрите я могу конечно посмотреть сберную чем торгуется там так сейчас мы возьмем так сбер вы хотите узнать где сбер торгуется ну на лондоне я знаю точно торгуются вот на лондоне до торгуется если в долларах вот можете сберли и так сейчас вторую кроу так 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 что там переключается у нас да на на сбер на лондоне тоже торгуются если вы про это так спасибо огромное за вас профессиональный обзор да спасибо большое все вопросов нет хорошего дня вам удачных инвестиций и давайте еще посмотрим что там у нас с опеком последние буквально так опек до продолжается беседа все продолжается ну будем ждать дальнейшего пока мы видели напомню решение было какое принято что опек не поддерживает полтора миллиона баррелей хочет чтобы оставалось как есть минимум до июня хорошего дня удачных инвестиций пишите комментарии и я надеюсь встретимся в шесть часов я постараюсь сделать для вас пару компаний дня мы посмотрим и там вы можете уже о компаниях задать вопросы всего наилучшего удачных инвестиций не болейте храните себя от коронавируса не здоровайтесь не обнимайтесь лишний раз на метр отходите вот такие рекомендации всемирной организации здравоохранения ну дай бог вам здоровья как говорится береженого бог бережет